Можешь немного вообще представить побольше, то есть, как ты оказалась, я всем говорю, Альвира оказалась в Канаде 16 лет, почему ты оказалась в Канаде 16 лет? Можешь рассказать об этом всем? У меня такая очень достаточно стандартная ситуация, я закончила школу очень рано и поступила сюда, ну, сначала в колледж, потом в университет, как раз-таки с целью для переезда, потому что мы рассматривали и Америку, и Европу, и разные-разные страны с родителями, и, ну, когда мы поняли, что ранее с эмиграцией намного легче и проще это сделать через Канаду, мы решили, почему попробовать, почему бы и нет, и, ну, так еще почувствуют еще, ну, мы в 16 лет принимали людей в колледж, в университеты, вот, поэтому у меня, как бы, получилось быстренько поступить, и я в итоге вот одна приехала, никто меня смотрит, и летит, и они поехали, и вот меня вот отпустили, они в 16 лет сюда, и вот с того момента, как бы, я, да, ездила домой, но, как бы, больше часа времени я здесь нахожусь, проживаю в Канаде, да, Почему Канада самая простая для эмиграции из всех вам говорящих стран? Ну, потому что для эмиграторов, как и Америка, ну, в Америке уже эта лавочка закрылась много лет назад, как бы, здесь очень много доступных программ для эмиграции, просто сюда может, ну, практически любой человек эмигрировать, да, как бы, и Канада предоставляет просто самые разные опции и молодым ребятам, и постарше ребятам, как бы, и бизнесменам, и инвесторам, вот, неважно, кто ты, как бы, сюда ты можешь переехать в Канаду, если там у тебя есть, там, либо диплом, либо знание английского языка, вот, потому что народа тут очень мало, а Канада-то огромная страна, и вот они заполняют свою экономику через, как раз-таки, эмигрантов, вот, очень большие деньги они зарабатывают на, вот, эмиграции людей, на этих документах, вот, поэтому это win-win и для Канады, и для эмигрантов, что они сюда, вот, как бы, рвутся. У меня немного вернется потом к теме того, что получаю сейчас карточку резидента, вот, но сейчас вернемся в начало истории, сложно вообще было поступить в университет в Канаде, и как вообще обучение в Канаде, как бы, я понимаю, что очень сложно сказать, отличается от чего-то, потому что, в данном случае, у тебя не было опыта обучения в другой стране, как бы, какие у тебя основные впечатления от обучения в Канаде? Ну, вообще, это, как бы, я бы не сказала, что это сильно отличается от Америки, то же самое, североамериканский подход, но, как бы, конечно же, мне кажется, в Америке больше компетишен, на конкуренции, на все места в университетах, а в Канаде, говорю, пользуются тупо народу меньше, вот, и из-за этого, как будто бы, легче, мне так кажется, это раз. Знаешь, главное преимущество канадских университетов в том, что они дешевле, чем американские. Вот даже, вот, например, я училась в номер один или номер два вуз в Канаде, да, как бы, и он ходит в топ-30 межсек по миру, мы платили на тот момент, там, 40-50 тысяч долларов канадских в год, это 30 до 40 тысяч американских, когда какой-то такой себе американский вуз будет стоить, там, 90-100 тысяч долларов, а если ты идешь в какую-то Лигу Плюща или типа такого-то, там вообще, ну, если ты платишь, ну, на платную, вот, вообще, немыслимые деньги в Канаде же, там, 75 тысяч будет, правильно, в год. Да, вот, поэтому, говорю, даже топовые-топовые вузы в Канаде намного доступнее и дешевле, а если идешь вообще в обычный вуз или университет, или институт, колледж, это вообще, ну, как бы, относительно американских вузов копейки, поэтому, как бы, даже, ну, иммигранты сюда, как бы, выбирают эти страны, Канады, но минус, например, в том, что нету грантов, практически очень мало грантов, потому что цена на образование более доступная, чем в Америке, то они, конечно же, не раскидываются грантами направо и налево, как будто в Америке, я знаю, вот, реально, практически у каждого есть шанс. В Канаде я, например, в школе была отличницами, там, английский хороший, даже я со своим багажом никуда не подавала на эти гранты, стипендии, потому что ты с этими китайцами-индусами конкурируешь, а не вообще, там, убийцы-задроты. Угу, да, понимаю, да, понимаю, у нас тоже очень много ребят, которые приезжают, особенно из Китая, вот, но у них, мне кажется, просто какое-то дикое соревнование, поэтому они такие мотивированные, которые приезжают, учиться, 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 учиться. Вот, что вообще, в принципе, надо было для поступления в Канаду? Ой, да все то же самое, как и в Америку, получается, там, сдать IELTS, перевести свой аттестат в школьный, писать письмо, почему ты хочешь там учиться, как бы, нету никакого такого, ты знаешь, какого-то словного конкурса. Вот, когда я переводилась из колледжа в университет, там уже было потяжелее, там, нужно было прям персональный профайл все заполнять, какие-то там эссе, это в универы, но по большей части, если идешь на первый год, там, колледж, университет, там достаточно все базово. Главное, это сдать IELTS, чтобы там был минимум, там, не знаю, 5,5 или 6, какие-то такие там requirements были. Вот, поэтому я говорю, поступить в Канаду, это достаточно легкий процесс. Главное, это, ну, иметь средства, ну, вначале, потому что тут почти невозможно попасть на грант, особенно бакалавр. Мне кажется, это очень важный момент, вот, что американское образование, даже если попадаешь на грант, все равно очень много моментов, которые нужно не забывать, потому что, зная, что про Европу люди часто говорят, на связи платное образование, я сижу и думаю, ну, чего бы билеты нужны, визы нужны, документы нужны. Да, покушать надо, да. Да, покушать надо, грустная, грустная реальная жизнь. Можешь рассказать, вот, ты выпустилась университета, ты говорила немножечко, что ты работала в банке, сложно вообще было работу найти? Вообще, на самом деле, нет, как бы, преимущество Канады в том, что тут возможности для всех равные, неважно, канадец ты, или, там, с Казахстана, или с Россией, им вообще все равно, вот, и мне это вот реально нравится, поэтому, если у тебя есть мозги, если ты умеешь общаться с людьми, строить с ними какой-то коннект, то ты можешь спокойно устроиться в Канаде, как бы, это вообще не проблема. Вот мне помогла устроиться на работу русская женщина в банк, я случайно ее встретила, мы с ней разболтались, он говорит, слушай, а ты что, финансистка, без работы, давай я тебе сейчас помогу устроить, все. В следующий день мне звонят с банка, говорят, мы приглашаем вас на интервью и так далее, поэтому сила связи, знакомства, она и в Канаде работает, как бы, да. Главное, мы этим, ну, грамотно пользуемся, просто видишь, что такой момент, потому что тут смотришь не то, что там чей-то родственник, чья-то сестра или там брат, тут смотришь, так, мозги есть, диплом есть, все, молодец, пошли, знаешь, что, пойдем, короче, как бы, тут такие связи, больше как, ну, ты подходишь, пойдем, как бы, с нами, получается. Поэтому я очень быстро нашла работу, как бы, закончил универсию, сразу пошла, как бы, в этот банк работать. Ну, конечно же, вот у меня друзья были, которые, там, и полгода, и год, сейчас во время коронавируса вообще, я просто не завидую этим выпускникам, потому что им реально тяжело найти работу, сейчас сокращает все равно, кризис какой-то, вот, поэтому в условиях ковида тяжело, но до этого, ну, как бы, было не проблема. Вот у меня была проблема только, когда я, знаешь, закончила универсию и решила, вот, поменять деятельность, уйти из этого, с финансов, пошла в маркетинг, вот тогда я была без работы. Ну, да, потому что я себя, там, как бы, обучала маркетингу, поэтому я, как бы, была не готова к тому, чтобы работать, прям, вот так, сто процентов, вот. Вот, и я тогда, вот, была три-четыре месяца без работы, но я больше училась, получается. На самом деле, да, мне кажется, вот, нетворкинг, мне тоже сейчас искала квартира в Нью-Йорке, это был ужасный процесс, и если бы не моя подруга, у которой, там, соседка по квартире тоже собирается остаться на лето, и у нее уже были варианты, она, как раз, искала соседа, то я бы, я не знаю уже, что делать, потому что у меня возрастает финиш. Вот, ну, и русская комьюнити, это вообще отдельное тело. Да, я не говорила, очень... Русскоговорящее, да. И огромное, да. Я, как бы, постоянно поддерживаю связь с русскоговорящими, это очень важно для меня, например. А вообще, как выглядит округ общения в Канаде? Ну, сейчас, как бы, на самом деле, он у меня очень сильно пострадал из-за моего какого-то внутреннего роста быстрого. Как бы, до этого я вот общалась, по большей части, честно, с русскоговорящими, с иммигрантами, русскоговорящими, с наших стран, получается. Плюс, так как-то у меня сложилось, что вот с канадцами, как-то вот белыми канадцами у меня как-то коннект не построился. Как бы, ни в университете, ни на работе. Я прям не понимала ни их увлечений, ни их приколы. И им было не понять меня, мои проблемы, да. Они там жалуются, типа, о, у меня, типа, вот так-то там тот сказал. А я думаю, господи, я там маму родную, там, два года не видела. Чего ты тут жалуешься про какую-то тюрьню, короче. И, как бы, я понимаю, что жесткий дисконнект, что им мои проблемы вообще, типа, что, Казахстан, что там, такие вещи, типа, я не знаю. Я рылся в класс на Канаде, сейчас было классно, круто. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому мне показалось, что вот это для дип-дружбы какой-то такой, да, глубокой, не хватило коннекта. А так, как бы, в целом, они очень коммуникабельные просто канадцы, нереально. Вот американцы, здесь, очень вежливые, приветливые. Но канадцы еще сто раз приветливее, вежливые американцы, да. Они намного, ну, знаешь, тут они более easy going. В Америке все такие, знаешь, хоть они тебе улыбаются, но такое ощущение, как они тебя внутри проклинают, типа, что ты приехал. В Канаде вообще не так. Здесь реально люди, ну, вот, пока я имею в Ванкувере, и прям на Чиле, на Чиле, и ко всем максимально хорошо относятся. И поэтому, как бы, знаешь, я просто в Америке сто раз была, и в Нью-Йорке была, в Сиэтле, в Эл-Эй, в Сан-Франциско. Меня вот даже в Сан-Франциско гопанули, в Аграле был. В Канаде никогда такого не было. И вот я думаю, блин, ну, какая большая разница просто между людьми и даже иммигрантами. Там они какие-то в Америке у вас агрессивные такие, прям, типа, ну, особенно мне кажется, Нью-Йорк вообще такой очень агрессивный город, да. Нью-Йорк — это вообще что-то, я вот не понимаю. Я знаю, что это в основном качество Нью-Йорка. Такое редко бывает в других американских городах. Там, по-моему, в Чикаго точно такое же есть. Очень много прям сумасшедших людей на улице. А вы говорите? У нас то же самое, у нас психи по улице. Я помню, в первый день в Канаде ко мне псих один придрасс. Я вообще такая, что он ко мне говорит, что он со мной так пришел ко мне? Париковый. И какая-то бабушка такая, пойдем, пойдем, пойдем. И видит, что я вообще растиралась, там ничего не понимаю. Это вообще история Северной Америки, что это психи. Они на улице живут, ходят, и никто с ними ничего не делает. Да. Мне кажется, что я не понимаю, что мы имеем в виду просто сумасшедшими. И для меня сумасшедшие — это просто люди, которые, ну реально, ты не принимаешь, что они в голове, да. Они просто кричат, кричат непонятные, несвязанные вещи. Я не раз стояла около общежития, что и подругу мимо проходил как раз такой человек. И потом, видимо, понял, что я стою. И он как бы не около меня остановился, не со мной говорил, но он остановился, вышел на обочину около меня и начинает кричать. Ну да, по-английски, как ты мог так воспитать своего сына? Зачем он это с ней сделал? Как так можно обращаться с женщиной? Я такая, вот это драма, вот это драма. И у нас там, на всяких, у нас как бы это вот главный минус Ванковера, например, то, что сюда со всей Канады съезжаются вот эти вот бомжи, наркоманы. Как бы знаешь, у нас пойдешь в центр города определенной части, они сидят, колются как прям при тебе. Ты смотришь на это все, да? Там воняет марихуана и не только, как бы. И это другая реальность Канады. Даже вот этого такого красивого, шикарного города, как Ванкувер, вот буквально вчера вот даже там тусовался, я думаю, блин, капец, их еще только больше из этого ковида стало, потому что там работу потеряли и так далее. Вот это вот нужно знать, что люди думают, ой, я приеду в Америку, приеду сейчас там в Канаду, все там красиво, цивильно, а вот вид этих бомжей, вот эти вот горы, мусор, особенно вот Нью-Йорк, вообще же ужас. У нас в Банкове очень чистый город, прям реально чистый город, тут реально приятно, только там где бомжи, там так себе. Но в Нью-Йорке не везде, ну и бомжи, и мусор, и все, все, все. Ну, Нью-Йорк это вообще непонятная вещь, считаю, что у них тут мусоропровода нет в квартире, постоянно все стоит на улице, эти пакеты периодически приоткрываются, разлетаются, я вчера сидела вечером два ночи на улице, я просто сидела и мусор своей жизнью живет, просто летает, что его, видимо, заберут, но вот уже совсем скоро, где-то рано утром, ну, уже все, он сдался, не может быть сдать. А бездомных тоже много? Бездомных тоже в Канаде много? Вообще очень много, именно в Ванкувере, потому что Ванкувере это самый теплый город Канады, все же знают, как у холодной страны, и примерно зимой тут так и есть, как и в России, там минус 30, минус 40, но в Канаде, вот в Ванкувере, вот где я живу, получается, там у нас вот 0 градусов, поэтому здесь прям приятно зимой быть по температуре, поэтому все вот эти вот бедные, бездомные со всей страны сюда тянутся, прям капец. Вот как сейчас вот тянутся в Америке, там на Гавайи, вот у нас похожая ситуация получается, вот, и у нас то, что тоже ждал, вот с этими наркотиками, со всеми этими, все очень, ну, как бы, просто, доступно, вот эти все бездомные могут, знаю, пойти в больницу, взять там шпырецы себе новые, без проблем, как бы, всем к нам это дает. Даже знаешь, у меня такая прикольная история, я же работала как раз в банке, и почему я даже ушла в банк, это, пришла один раз бомжиха ко мне, я вот была этим, и же, который, ну, на кассе снять, который, да, с карточкой на ту, вот, я говорю, а я хочу кэш-соу снять, я такая, ну, давай, дает мне бомжиха свою банковскую карту, и открываю, а у нее 50 тысяч долларов на счету, и я смотрю, и просто каждые две недели Канада отправляла 2 500 долларов, 5 тысяч долларов, она каждый месяц зарабатывалась от Канады, и я 40 часов в этом банке сижу, зарабатываю 1800 после всех этих налогов, и вижу эту бомжиху с 50 тысяч долларов, у нее тут ни субов, понимаешь, одни несет прям вообще, но мы должны ее обслуживать, она наш клиент банка получается, вот, и она сняла, там, не знаю, 3-5 тысяч долларов кэш, и говорит, ко мне едет мужик, я пошла собираться, поскажи мне какие салоны мне пойти, я такой, ну, такой, сейчас в стоматологии, ты зайди зубы себе сделай, у тебя же столько денег есть, и мне так стало обидно, я думаю, блин, я тут сижу на этой работе, это бомжиха, столько денег у нее, и я посмотрю, как вообще с этими коллегами, они там говорят, я тут 10 лет на этой позиции, думаю, 10 лет, зарабатываю 1800, 2000 долларов, и обслуживаю, типа, даже бомжей, которые богаче тебя, ну, вообще грустно. Это пособие какое, ты думаешь, или это какое-то пособие у них, или что это? Конечно, у нас эти бомжи, они живут на пособиях, поэтому и бомжей много, они получают от Канады, там, кто-то 2000 долларов, это бомжиха вообще блатная, 5000 долларов получала, вот, поэтому разные есть какие-то пособия, непонятно, от чего это, конечно, зависит, но мне непонятно, вот, но, поэтому они их так много, и у них нету мотивации работать, ничего нет, потому что, как только они получат работу, они потирают свои пособия, такая эти пособия больше, чем вот моя зарплата, видишь, да, как бы это у женщины было, поэтому, как бы, все больше и больше людей идут, наркоманят, потому что это гораздо легче, чем работать, потому что у тебя столько денег, тебе там и, не знаю, ночлежки дадут, и чистые шприцы дадут, и деньги дадут, и еду привезут, и помоют. Вообще у них вот прям благодать для бездомных, можно сказать. Мне кажется, сейчас все пошли так гуглить, как стать бомжом в Канаде. Да, что вообще эти пособия, к сожалению, нужно быть канадцем или что-то иметь. Типа, если ты вот иммигрант, и ты такой бездомный, то твои проблемы. А если ты канадец, то ты молодец. Нет, вообще на самом деле интересно. А какие примерно вообще цены в Ванкувере? То есть, давай такую базу прямо. Сколько денег нужно, ну это сложно будет обозначить, но сейчас как-нибудь обозначим, на квартиру, на кофе и на проезд? Ну смотри, как бы я даваю, мне легче, конечно, гонять за себя, чем за других. Вот минус Канады или вот точно Ванкувера, это очень дорогая, как бы, рента, вообще квартиры тут стоят очень вешеные деньги. Мы какое-то время даже там и Нью-Йорк обгоняли, и Шанхай, и Гонконг. Вот. У нас, например, как бы я просто жила в разных местах, но примерно стандартная цена, если ты снимаешь квартиру, получается, там однокомнатная, тоже зависит от района, где там, но может где-то там, не знаю, минимум 1600-1800 канадских долларов. Вот мы сейчас... Доллар это сколько рублей? Или доллара в США? Ну, с доллара в США где-то 1200-1400 долларов. Это комнатная. Мы с мужем, вот сейчас снимаем двухкомнатную, вот у нас 2400, это, ну, 2000 долларов американских, плюс-минус, можно так сказать. Мы платим за нашу квартиру каждый месяц, получается. Вот, поэтому, как бы, да, здесь жилье очень дорогое. Даже если ты комнатушку снимаешь, неполную квартиру, да, просто там комнату и туалет, то это там, не знаю, девчонки там платят по 800 тысяч долларов спокойно канадских. Вот, поэтому в целом здесь вот уровень жизни нереально высокий, вот в первую очередь на ренту очень много денег упают. Вот, если говорить, например, кофе или не кофе, то это дешевле, чем в Америке, потому что я знаю, что тоже в Америке кофе 100 баксов 5-4, у нас тоже только канадских, а канадский доллар меньше, чем американский, типа если 100 американских, тогда где-то 120-130 канадских, потому что ты могла вот ориентироваться. Поэтому чуть-чуть у нас, типа, попить кофе дешевле. Вот. Проезд, проезд, кстати, вот плюс Ванкувера, очень такой приятный, например, потому что в Нью-Йорке страшное метро, вообще просто там крыса, не крыса. У нас такое красивое, приятное. Оно в основном у нас как бы на воздухе, да, как бы скайтрейн даже у нас называется. Вот, и в нем просто элементарно кайфово ездить, там такой вид. Вот, у нас, например, метро проезд в месяц стоит, я же просто уже давно не покупаю эти проездные, у меня проезд в месяц стоил где-то, там, стоил до 90 долларов. Вот, и целый месяц катаешься туда-сюда, тут в любую точку, на автобусе, на метро можно доехать. Тут, как бы, с комьютом, паблик транспорт, очень все хорошо. Типа, это не LA, где, ну, вообще ни на что нельзя положиться. Здесь прям, вот, все эти приложения, если ты там, так, ты там пересажешь туда-туда-сюда. Все, короче, можно. Поэтому для жизни, для студентов, я считаю, что там, классный город, только если, вот, не считать, вот, именно от сколько это уходит у тебя на жилье. Да, я понимаю, Нью-Йорк это такая же фигня, только чуть подороже. По Чечне, там, нужно 100-500 этих документов. У нас тоже, как бы, чтобы даже заключить договор, нужно, там, как его, банковский счет, процентный, кредитный скор, нужно уже тоже свой выстраивать, какой-то кредитный рейтинг, да, референсы, какие-то отзывы от предыдущих твоих этих лордов. Поэтому, да, такой нелегкий процесс. Вот мы, когда с мужем переезжали, мы там по деньгам могли позволить себе шикарные пентхаусы, но нам отказывали, потому что мы молодые, дают, там, семьям канадцам, и мы такие, блин, деньги есть, они хотят даже нам давать, потому что, типа, не верят, что, типа, вот мы можем платить. И вот мы не на пентхаусе, на 20-я там тоже, короче, живем. Вот это, когда у нас следующая квартира, вот точно будет пентхаус тут тогда уже. Какой бы ты советовала людям, которые учатся, допустим, но только что приехали в Канаду, именно в финансовом вопросе, со всеми банками, что нужно сделать? Нужно открывать счет? Или нормально будет? Конечно. Вот мой совет всем, кто едет за границу, в Америку, в Канаду, очень важен у вас кредитный рейтинг. Вот вообще, типа, от него очень многое будет зависеть, поэтому прям, если вы едете, то прям открывайте карточки, счета, подавайте на кредитные карточки, как можно быстрее, по возможности. Ну и не тупите, не берите вот эти вот айфоны, как его, на контракте, потому что у меня столько друзей, и даже я сама когда-то брала айфон, и типа не платила за вот этот контракт, а кредит скоро-то портится, и вот из-за этого получается. Поэтому вот, когда вот ты не платишь, это связано. Ну ты же как бы, типа берешь, типа, на то, чтобы в рассрочек, он типа взял вот у провайдера, да? Да. Второго месяца. Есть же люди, которые берут айфоны, и потом не платят. Так ты же берешь на свое имя, они такие, ну все, ты не платильщик, и тебя, ну, понижает твой кредитный рейтинг, получается. Вот просто я сама вот так вот в колледже тупанула, взяла вот такая по-казахски, а потом такая, ёпи, что ты, у меня же этот рейтинг-то грохнулся. Вот. Вот именно вот реально в то, какой у вас будет, как вы будете выглядеть здесь на бумажках, вот. Потому что мы потом набрали уже кредитную машину какую-то там часть, сейчас вот я новые кредитки открываю себе, и понимаю, что, блин, теперь у меня то, что кредитная история улучшилась, сейчас лучше условия дают, лучше карточки дают, я только думаю, ну классно вообще. Вот. Поэтому это вот первый такой момент. Ну и второе, то, что нужно быть определенно аккуратно, здесь очень много мошенников, как бы я сама один раз была вот жертвой мошенничества, связанных с финансовыми махинациями в Канаде, к сожалению, я не знала, что я была более доверчивой, но после этого опыта такая, так, как даже и в Канаде люди, ну, наебу ходят, хотят себе деньги содрать и так далее. Вот. И айфон по контракту, я пыталась много вспомнить, айфон по контракту, это же когда у тебя покупаешь айфон, он примерно стоит долларов сто, но ты заключаешь контракт с оператором на там год, на два, да? Да, да, да. Вот. Просто такие часы берут и потом мне плачут, уезжают, там, разблокируют и продают эти айфоны. Ну, я просто до себя взяла и вот когда-то от меня вообще потерялась. Нормальная тема. Да, я тоже недавно простучала этот вопрос со всеми этими карточками, не карточками, мне было интересно самоислушать твой ответ. Вот. Что же нужно вообще делать по жизни, когда переезжаешь? Можешь немного рассказать про, вот, ты сейчас, ты ушла с работы с банкой и начала строить какое-то свое дело, да? Вообще, что это за дело и насколько сложно это делать в Канаде со всеми бумажками, документами, считая, что ты пока что не резидент, да? Я правильно понимаю, пока что нет. Смотри, получается, как бы у меня так получилось, что вот я вот в банке работала, потом вот маркетологом стала и вот параллельно у меня все время был блог мой в Инстаграме, вот, и я как-то не думала, что его нужно монетизировать, а потом вот мне такая нет, надо. Во время когида вот у меня просто зарплату урезали и я такая, так, надо что-то двигаться делать, я стала как-то людей что-то обучать, там, сначала Инстаграму обучаться, там, и так далее, и так далее, и вот мне как-то вот все пошло, поехало и вот так я открыла себе компания в Казахстане получается, потому что, как бы, там больше всего продакция происходила, вот, но у меня, например, тут мы с мужем открыли бизнес, его здесь, получается, резидент, у меня куда-то пропал, это, да, резидент, это типа как житель, только он не гражданин, но он, как бы, он может здесь жить без проблем, кучаться резидент, ему не нужна виза для заезда, вот, как бы, вот мы, на наши даже вот рабочие визии, тут ты даже туриста можешь канать, открыть себе, там, бизнес, вот, тут как бы нет таких, что ты должен обязательно иметь паспорт или еще что-то, вот, потом у нас мужем даже еще не было карты резидента, вот, в том прошлом году открыл, получается, свою футбольную академию, вот, и, как бы, да, тут очень все, все онлайн так подаешь, заполняешь, там, какие-то, там, 20-30 долларов платишь за лицензию бизнес, там, и так далее, и так далее, ну, и все, и потом, как бы, тебя, можно сказать, все, теперь у тебя, как бы, есть бизнес, потом, действительно, это очень легкий процесс, вот, а тут, главное, по налогам, с налогами вовремя разбираться, платить, получается, декларить, ну, и вот, как бы, тут нет такого, знаешь, что это, прямо, какой-то, вообще, там, не знаю, тяжелый путь, то есть, пока не нерри, сейчас мы это открыли, как такое частное дело, вот, например, может быть, если делать там уже корпорацию, то, наверное, там, наверное, потяжелее, что, например, я в Америке, когда я тоже открыла корпорацию, и там, это, да, было, там, какие-то протоколы, устало, что-то надо было там, что-то делать, мне, бухгалка там что-то делала, вот, в Гладе, примерно, то же самое, вот, но, как бы, да, тут, и это не так дорого, это стоит, получается, все очень быстро делается, мне нравится, все в онлайне, все быстро, все доступно имеется, еще тут сам прикос, что очень много, таких, бесплатных организаций, которые тебе помогают, вот, ты маленький бизнес, видишь, говоришь, блин, вот, у меня там проблемы с налогами, или еще там, или еще что-то, они тебе бесплатно там советуют, какие-то там контакты, в общем, в Канаде очень сильно супостят, вообще, такие малые, средние бизнеса, особенно, если, там, иммигрант, как бы, да, вот, поэтому они дают очень разные, там, и субсидии, всякое-всякое, короче, вот, поэтому в Канаде, открыть бизнес, это такое, ну, легкое дело, плюс еще поддерживать его не так уж и тяжело. А как вообще получилось так, что ты близка к тому, чтобы получить карточку резидента? Еще раз, что говоришь? Как вообще так получилось, что ты вот сейчас, пытаешься получить резиденцию, так и не даст, нет, резиденция это здание, карточку резидента? Да, ну, получается, это такой типичный процесс, как у всех студентов, у меня большой супер, где тоже уже с этой карточкой сидят, как бы все приезжают учиться, заканчивают канадский вуз, обязательно год, обязательно нужно стаж работы в канадской компании, хорошая позиция, типа вот менеджер, там бариста не пойдет, а вот менеджер пойдет, вот, и я, получается, вот проучилась, есть диплом, потом год была маркетинговым менеджером, полтора даже года, потом задаешь заново IELTS, там заполняешь документы и так далее, и все, подаешь как бы на вид на жительство, а после этого потом гражданство в Канаде через там три года можешь подать, получается. То есть, когда ты станешь резидентом, это означает, что тебе не нужно получать визу, и ты можешь, да, спокойно жить, Да, как бы мне не нужны ни рабочие, ни учебные визы, вот, плюс еще, знаешь, такое преимущество тебе надо еще в том, что если у тебя есть эта карточка, вот, вид на жительство, или ты гражданин, тут вообще цены на учебу просто смешные, типа, пока даже в Америке ты платишь, не знаю, 90 тысяч долларов, канадцы в топовых вузах платят, не знаю, 10 тысяч долларов, ну, именно вот местные, потому что вузы живут за счет иностранных студентов, таких, как я, которые оплачивают полную физ, да, твиши, а канадцы капец платят копейки, я вот понимаю, что вот если, когда я тут рожу ребенка, он станет канадцем, да, и я вообще на этом образовании сэкономлю, вот, если он, понятно, в Канаде учится, что оно вообще очень доступно, то поэтому тут все учатся и в 30, и в 40 лет, потому что, ну, ты в любой момент можешь взять, уйти, уволиться с работы, пойти дальше учиться, потому что 10 тысяч долларов, ну, в Канаде это не проблема от людей, иметь столько денег там на счету получается, вот, поэтому, да, карточка резидента, она тебе уже и скидку дает, даже в этих вузах получается, и ты можешь жить, работать без проблем, бизнеса там открывать, а через там 2-3 года, если ты в Канаде проживаешь, ты пацануешься вообще гражданином Канады, просто очень мало же стран, которые дают тебе именно гражданство, а Канада, она дает гражданство, вот, главное, это, кстати, ты сначала резидентом, вот, потому что в Америке это вообще же невозможно, ты можешь получить грин карту, ты должна там, даже если ты выйдешь замуж за американцы, тебе, кажется, ничего там даже толком не дадут, в Канаде, это, во-первых, я не помню, что, то и грин карта, то и вторая вещь, не означает, что ты станешь гражданином, то есть сначала ты 3 года воюешь за первую стадию, а потом ты еще должен, во-первых, там мы должны 5 лет вместе прожить, в новом месте, потом, и у меня есть много историй, когда людям приходилось возвращаться домой, потому что у них виза заканчивается, им еще пока ничего не дают, и ты там годами сидишь, и пытаешься это все сделать. Да, вот еще, что в Америке мне не нравится, у вас такие длительные процессы с эмиграцией, где у меня столько друзей годами ждут там продления визы, еще чего-то, просто 5 лет, 5 лет там, например, я думаю, офигеть, в Канаде за 5 лет было, я тут не знаю, все, не знаю, все угодно, все эти документы получат, у нас реально бюрократия побыстрее двигается, и вот Канада прям хочет, чтобы ты прям эмигрировал сюда, вот даже из-за ковида они там столько там программ новых открыли, капец, типа сейчас, вот, никогда не было так легко переехать, как вот сейчас, вот, если для тех, кто вас слушает, есть желание, то смотри через Канаду, потому что они что-то каждый месяц там, то это дадут, то там убавят, знаешь, типа, понизят условия, то там сделают, типа, отменят это, и короче, они прям говорят, давай, давай, к нам, к нам сюда, вот, поэтому у нас тут процессы достаточно просто, как бы, такие, быстрые. мне кажется, сейчас с визами, то вообще тогда США перестанет пользоваться популярностью, и русских студентов, считаешь, что сейчас визу вообще уже больше не получишь? Да, да, я думаю, это плюс для Канады, потому что когда-то с Россией-то не ругалась, вот, поэтому здесь, очень-очень легко получить эту визу, как бы, да, люди говорят, ой, так Канада, тяжелее, на самом деле, как надо все правильно запомнить, показать причину, чем ты едешь, я не знаю, иметь достаточно причину, чтобы пока что, типа, ты, типа, вернешься, но опять же, мне даже, знаешь, на мелом днях приходила женщина убираться домой, АБ подписчика социограмма, получается, и она приехала когда-то на туристической визе, взрослая женщина, получается, да, как бы, и просто переехала на туристической визе с сыном, ей так понравилось, она решила остаться, она осталась, пошла учиться тут уже, короче, и детства тоже подает на карту резидента, хотя сначала просто приехала погулять, потасить, посмотреть, где ее сын будет учиться, и в самом итоге осталась с ним тут, вот, и, как бы, это прикольно, то, что, как бы, люди вот так вот с турвизами, такие, ну все, я здесь буду жить, короче, я решила, и как-то оседают. Да, мне кажется, в США, да, в США это было бы намного сложнее делать, это очень не делать, мне кажется, единственный способ нормально задержаться, самым таким человеческим способом, сначала получать образование, да, потом пытаться найти работу. вот, а то, что ты говорила про университеты, хотела забавить, да, что в Америке похожая тема, я знаю, что есть, чаще всего, если университеты находятся в том штате, и ты живешь в этом штате, то тебе сильно дешевле получается, и я думала, это там не кейс для топовых университетов, но недавно я сидела, говорила с другом, а NYU считается там топ-30, по-моему, ну, университет, который мы учим, вот, и я сидела, говорила с другом, я была уверена, что в NYU нет такой темы, а он мне говорит, ну, да, я SAT никогда не сдавала, я говорю, как ты не сдавала SAT, но ты поступил в NYU? он говорит, так я же из Нью-Йорка, ну, из штата, вот, нам нужно было там просто один тест сделать, легенький, и нам просто ранее сказали, да, вас возьмут в NYU, и я сижу такая, что за предательство, ну, и про финподельку так же, да, то есть, очень много таких плюшек, если ты являешься гражданином, более того, если ты живешь в данном штате, в котором относится в университет, классно, вот, угу, я сама, я немного удивилась, только я не знала, что такие подвохи еще существуют и тут, ты сказала, что в Америке все такое более недоступно, даже для местных, а теперь прям, good to know, ну, нет, все равно, но не во всех вузах скидка есть для местных, вот, но чаще всего, первым, да, финподдержку намного легче получить американцу, потому что, им будет, они предпочтут американцу, которым нужна финподдержка, если, ну, русскому, если они примерно, на одинаковые кандидаты по их. Конечно, конечно, так везде будет, да. Да, вот, и плюс там государственные университеты для международных студентов, просто out of reach, потому что, там вообще никаких стипендий не будет для международных студентов, только. международные университет для международных студентов, я хотела спросить, и там, кстати, был вопрос, а как это с менталитетом канадским? Вот у меня был вопрос, ты сказала, у тебя не заладилось канадцы. Да. А у меня был вопрос, а, когда я говорю про Канаду, когда я вижу, как люди реагируют на канадцев, у меня возникает ощущение, что про них существуют те же самые стереотипы, что про нас. То есть, вот это все посоветское пространство, все бухают, вот у них, по-моему, в Канаде пиво, там, ну, в России просто и везде, в других странах все бухают, а люди не боятся холода, они просто спокойно мороженое могут, не знаю, есть зимой, а, хоккей, все любят хоккей. И, вообще, в принципе, какой менталитет у канадцев? Ну, если честно, я так сказать, думаю, блин, реально же похоже на русских-то, как бы, здесь только сейчас, смотри, например, в Ванкувере тренд не пить, а курить, только получается травку. И хоккей 100%, везде если живут хоккеем, да, если самая фиговая команда в мире, не наши, все весь город попрется на их, там, игру, на 100%, потому что я жила около хоккейного стадиона, я знаю, о чем я говорю, вот, и реально тут, как бы, именно канадцы, знаешь, тут прикол в том, что в Канаде, канадец это и китаец, и индус, и русский, и там, кто угодно, и белый канадец, различен, но даже эти вот китайцы, индусы, и русские, я тоже вижу зимой в сланцы ходят, а я такая думаю, вы как вообще это можете делать, скажите мне, пожалуйста, и это реально так, они капец, большинство из них, те, кто родились в Ганаде, вообще, как-то холду нормально относятся, вот я говорю, я столько людей видела, вот, вот, в этих сланцах зимой снег там идет, вот, и, да, у нас трава легальная получается, как бы, она даже быстрее, чем в Америке, у нас все только, это все очень, изи-пизи, с этим прям моментом было, изначально, сейчас еще все, полная легализация у нас, как бы, где угодно кури, там вообще не проблема, короче, вот, на улице вот курить можно, а там кашку пить нельзя, например, поэтому, реально, как люди больше мечтают курить травку, чем пить, вот, не знаю, ну, я тоже, как бы, по мне, так тоже, как бы, я думаю, бухич не лучшее решение, как бы, ну, и трава тоже не всегда хорошо, но, по крайней мере, я не знаю, трава никого еще не убила, прям, вот так, у меня такое, как бы, видение, еще канадцы, знаешь, и главный их, наверное, стереотипы, это действительно есть, они реально вешливые, в общем, последний раз у нас на дорогах, типа, нет, ты приезжай, нет, ты приезжай, нет, ты приезжай, нет, ты приезжай, да, нет, ты приезжай, и вот, ты видела такие приколы с канадцами, Вы приходите, нет, вы приходите, нет, вы приходите, пожалуйста, вы проходите, я после вас, нет, я после вас. И вот так везде, вот везде. Они поступили с утра, сори, 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 how are you doing, как у вас тут все? Вот типа, если в Америке такой сервис, да, очень хороший, останавливаем, еще как будто бы круче, потому что они еще более внимательны, еще более такие, а-а-а, это не дай бог, что-то не то там сделаю для тебя. Вот, поэтому это, по сути, это очень располагает, но мне вначале было тяжело, типа, в смысле все улыбаются, в смысле все такие хорошие, в смысле все такие желают мне хорошего дня, что забыл у меня. Какой мой, это-то, внутренний русский такой, я думаю, да, что-то такое не так. Но все равно я от некоторых людей возрослее как-то стала, чисто все равно этот фальшю, что да, я улыбаюсь, но типа, у меня душа, да, пошла-то в задницу получается. Но большинство людей все равно в целом очень позитивные. Ну, по крайней мере мне попадаются очень позитивные люди, я думаю, они искренние такие, какие вот они вот есть, тяжело это как бы, Но есть и такие, которые им приходится. Чаще всего, знаешь, в магазине. Он улыбается, он продолжает, говорит. Я уже встала тут стоять, уже уходить и быстрее отсюда. Поэтому они намного вежливее, чем американцы по 100%. И, знаешь, гнаться, даже Америку говорят про Канаду, как про какую-то деревню. И плюс-минус примерно это и есть. Люди реально даже не парятся вообще по одежде. Просто леггинсы для йоги – это просто, не знаю, вечерний наряд. Ты в нем и, не знаю, и на свадьбе пойдешь, и в ресторан, и все, и куда угодно. Тут реально люди не парятся в своем внешнем виде. Мне кажется, в Нью-Йорке все такое более. Тут у вас там все такие стильные, красивые. В Ванкувере – это вообще не наша история. К сожалению, мне грустненько от этого. Но с другой стороны, это прикольно, что люди вообще им пофигу на свое внешнее. Главное, что типа внутри. Ну и канадцы – они очень близки с природой. Вот знаешь, в Америке, например, мне кажется, это очень прям супер капитализм, индустриальность такая вот. Вот я посижу, просто покажу себе мой вид, чтобы ты понимаешь, все такое зелененькое. Как бы это вот… Какая красота. Да, и вот Ванкувер, он такой – это город, построенный среди шикарнейшей природы. И как бы Канада, она известна своей природой, да, получается, в большей части. Вот. И вот ту или, где я живу, она прям самая красивая, наверное, часть Канады считается. Здесь в Канаде они прям максимально близки с природы, поэтому все ходят в горы с ночевкой, вот эти в палатках все ночуют, что только не делают, там, хайкингом, альпинизмом все занимаются, все очень спортивные. Вот реально, выйдешь ли, все бегают, прыгают, на вельках катаются, прямо живут прям таким здоровым образом жизни. Это вот прям от мала до велика получается. Любая нация, неважно, как бы. Вот. И прикол, что в Америке, например, ну, вот там тоже с First Nations, да, всегда вот эти вот конфликты и так далее. Вот. И это у нас, наоборот, такое, как бы, более гармония с ними, что ли, с этими даже с индейцами получается. Вот. И мне кажется, канадцы, они реально такие более миролюбивее, что ли, толерантнее, спокойнее. Поэтому, как даже вот тут индейцев уважают, там, настолько там вещей в честь них, там, названного, вот это, вот это, везде нам их истории про них рассказывают. Так вот, ну, ничего себе, в Америке, я только бы даже не соприкасалась никогда, даже, знаешь, а тут она в Америке, в Канаде везде. Но это, по сути, здорово, что они это, ну, acknowledge и, как бы, уважают. Да, мне нравилось комментарии. Я смотрю на Эльвиру, будто собираюсь перебираться в Канаду. Так я слушаю, образование дешевле, люди еще приветливые. Ну, я даже сказала, кстати, про то, что люди не парятся. На самом деле, я думала, что в Нью-Йорке все будут париться, но я сама начала гонять просто в лосинах. Да. Ну, конечно, не вечером в кафе, вот, но до магазина, до столовой, и просто дойти такой спокойно в лосинах. Вот. Ну, да, в Канаде есть плюсы, в Канаде есть плюсы. Вот много плюсов. И ты, знаешь, самое главное, безопасно. Вот в Америке открываешь новости, там, перестрелка, там, в школе это, там, теракт, там, вот это, вот это. Новости Канады. В магазине не было продавца, и никто ничего не украл, все оставили деньги на прилавках. Ну, типа, вот. И ты думаешь, ну, капец, как бы, даже просто вот так в новости смотришь и понимаешь, что это совершенно разные страны. И, ну, действительно, количество всяких каких-то вещей в Америке в разы больше происходит. И, как бы, я тоже говорю, ну, вот у меня такая вот история. Я вот 7 лет живу в Канаде, тут вот, фу, меня, надеюсь, там, никогда, вот, никогда не грабили, ничего не воровали и так далее. Была я в Сан-Франциско два дня. У нас там в машине мы оставили, там, чемоданчик под низ, прям, спрятали его, пробили в центре города под камерами, забрали, вытащили, а там у моей тети была там ювелирка, кэш, это, и просто, и нам сказали, типа, сорян, типа, камеры, ну, сорян, типа, ничего не можем сделать, типа, не найдем этих людей. Я там, капец, два дня здесь уже обокрали, получается. И вот у нас сразу такой, блин, ну, в Канаде у меня такого никогда нигде не было. Как бы я там сумки там, что бы ни оставляла, я в машине, тут, фу, вообще, вот, никто даже не влазил, да. На самом деле, у меня вчера было, ну, у меня прям, я сейчас слышала, в Казани произошла шутинг в школе, вот. И меня, вот, в момент, когда я сидела, и я увидела новость, и у меня внутри, как бы, дрогнуло, но не так сильно, как когда я в России один раз до этого слышала, про тоже, когда там была стрельба, два-два, три назад. И я поняла, потому что в Америке эти новости так часто выходят, то есть, по-моему, тут по две-три шутинга, ну, не школьных опросов, в принципе, происходит в неделю. И, ну, это просто, я потом такая, подождите, ну, это же Россия, там же это ненормально. И вот, когда вот случился вот такой вот реалити-чек этой страны, потому что у меня у соседки пока, вот, мы жили вместе, сколько живем, четыре месяца в общежитии, вот, а у нее был шутинг в супермаркете, она из Колорадо, куда ходят ее родители. Ой, куда она постоянно ходит, там, ну, просто ее просто стрельба в этом супермаркете. Вот, она звонила родителям, и мне отвечали, она уже все... Капец. Страшно. У нас тут, фу, вот, в Канаде таких новостей не очень много, вот я говорю сюда, послушать, шутим в Америке, это просто жесть. Я говорю, блин, да ну, нафиг, надо ехать встанут, и в момент подстрелить, там, нафиг, еще ничего с этим не будет, даже, как бы, в Канаде, тут действительно, как бы, проблематичное даже оружие достать, и все-все-все, как бы, другие законы, вот, и я это очень, ну, уважаю. И ЦМГ просто, мне кажется, Америка, она совсем такая, у нее даже политика такая, внешне, очень адресивная. Про Канаду такое вообще не скажешь, поэтому даже думаю, даже в какой правительстве такое, как бы, население. У нас оно такое миролюбивое, и население такое миролюбивое. В Америке, она все равно, а не прав, Америка, как и Россия, везде пытается залезть, всем свое предиктовать, и вот, как-то вот, это вот и чувствуется, получается. Нужно, наверное, наставить свое мнение политическое. Да, вот, спросили про улицы чистые, как еще берегут природу, ребят, вы не поверьте, в Манкувере реально очень чисто, вот прям капец чисто, вот только где вот бомжи, там реально, и то, я даже вчера удивилась, там прям почистили, их прям, какие-то прям ограды сделали, что-то они просто валялись на улицах, теперь как-то даже вскрыли за каменной стеной, чтобы не видно было, да, что там происходит, поэтому в целом, вот в Манкувере достаточно чистый город, вырабатывать мусор, там и так далее, не дай боже, ты какашку за собачкой, там не уберешь, тебе там штраф впает, поэтому здесь, как бы, официально, например, с Казахстаном максимально чисто, а самое главное, природе чисто, ты приезжаешь, там где люди, пятник и так далее, все-все убрано, ничего нету, мусорки стоят, все так, ты понимаешь, ну, как бы, и государство заботится, но и люди, не свиньи, получаете, да, как бы, тут люди приходят, такие, прям я вижу, в целом, тут очень тренд на экологию, как бы, у нас вообще, Ванкувер, его задача в 2030 году, стать самым зеленым городом в мире, чтобы, вот, чище города, чтобы не было, вот, и я такая думаю, ну, слушайте, наверное, вы справитесь с этим всем, как бы, они, как бы, игру, тут, я вот, сама, поскольку Салматы, Казахстан, она считает Салмата зеленый город, я думаю, ну, слушайте, вы Ванкувер не видели, тут просто везде это зелье, даже вот, ты сейчас увидел, да, сколько у меня вот из окна, и так, вот этот вид, он везде такой же, и тут столько этих деревьев, просто, капец, лесов, и люди к ним, как бы, знаешь, даже вот мы один раз поднялись с горы, и там мы увидели заповедник в горах, там были мишки-гризли, и как бы, типа, сначала огородили, а потом я смотрю и понимаю, что это не их огородили, а нас, как людей, запихнули, а мишки-гризли сами по всему лесу гуляют, я думаю, а, ничего себе, это же нас, людей тут запихнули, в кулачочек, а звери пусть тусуются сами по себе, я думаю, блин, вот это, какая разница, да, как бы, у нас бы там запихнули, а они нет, пусть они живут сами в своей эре, получается, а вы там, люди, не подходите, не тревожьте их, я думаю, блин, вот это реально отношение к природе, к животным. Это очень классно. Да, вот по поводу, спасибо, по поводу животных, да, тут промочишься щепетильника, я вот очень знаю, будут ли там штрафы, но вообще тут нету ни бездомных собак, бездомная собака здесь, как бы там, вот, поэтому здесь все собачки, все пристроено, как бы, даже у бомжей есть собачки, потому что им дают за это тоже пособие, чтобы они за собачками заботились, поэтому очень много бомжей, вот только там, и две, и три собаки, ну, что на самом деле, даже прикольно, что типа, блин, даже у бомжа есть собака, вот. Это запоминает, как, знаешь, это подработка есть для студентов, гулять с собаками, такая, знаешь, у международных тоже подработка, пошел погулял с собаками. Да, распространение оружия не так уж и плохо потому что нет, я согласна я ни в коем случае не осуждаю что оружие это плохо и так далее просто Америка показывает что это не самые лучшие законы мне страшно особенно когда это в школах происходит, когда дети думают, блин, это же ужас какой-то да ну и недостаточно контроля на распространение оружия ну не знаю, просто у меня с этим вопросом, я скажу честно я после того, как во-первых американский университет и бизнес это мне это сместер показал во-вторых, у нас просто был случай у нас не было spring break, его отменили чтобы дети не ехали на ковид у нас был один день spring break вместо недели в итоге это были трехдневные выходные вместо двух дней вот и девочка отправилась домой в Техас и не вернулась почему? потому что ее ну вообще Сафир стал какой-то грустный потому что ее братья заключили suicidal pack и они решили не только себя вдвоем убить а еще всю семью убить и вот и вот вот эти новости случились американский вуз у нас они любят рассылать имейлы по любому поводу а про это все знали все знали потому что это была очень хорошая девочка вот и ее друзья там несколько событий организовали ее поддержали много организаций НВЮ не рассылал ни один имейл по поводу этой ситуации они там они рассылают имейлы когда что происходит на кампусе а когда они знают что случилось студентам что когда было на кампусе они даже решили и не трогать меня вот да поэтому каждый раз когда происходит разговор про оружие я вспоминаю этот случай но меня потом где-то, наверное, трясло потому что ну ну да я понимаю это вообще вообще страх у меня же прям такие мурашки ну блин боже кому-то встать чтобы вот такой вот был экспириен когда случился ужас вот но да но это тоже часть жизни в этой стране так скажем вот так что давайте забудем немножечко о этом грустном моменте прям кажется все люди такие и все и тишина давай перейдем я знаю что тебе уже пора идти скоро вот можешь дать три совета тем людям которые собираются переезжать вообще куда угодно ну можно прямо в Канаде можно куда угодно мне кажется самое главное это была моя ошибка ошибка большинства людей люди думают я вот перееду и все поменяется типа я там жизнь станет дорогой я сам дорогой но ребята это вообще неправда поэтому говно если вы переезжаете не обманывайте себя не надейте что там вот там будет лучше вот там так трава не зеленее ну да воздух конечно чище на фигуру на это сто процентов но трава не зеленее поэтому не бережите о себя если вы переезжаете и уезжаете то делайте это для таких более классных больших целей а не так что о тут все говно вот там будет лучше там меня будут любить принимать это вот не так будет поэтому имейте такие трезвые ожидания самое главное знайте что вас тут никто не ждет с протертыми раками рассказывают ракана она так очень хорошо но по факту тебя тут никто не ждет все равно на тебя на твои проблемы вот поэтому нужно получается быть к этому ментально готовым и не ставить всяких ожиданий как я там понастовила думала что Ванкувер это Нью-Йорк но вообще нет и я просто год такой депрессии была это был просто развал мечты и как это не Нью-Йорк вот поэтому обязательно не ставить никаких таких ожиданий чтобы потом не разочаровываться это мой первый совет получается вот второй совет получается это у нас быть открытыми мне кажется вот это самое важное когда ты увидишь новую страну знакомишься с людьми и так далее это именно быть открытыми ко всему что происходит и не знаете не держаться за старые типа у нас это мне что-то так было или моя мама вот так говорила наоборот и что увидишь как делать как ты никогда не делал поэтому будь максимально открытым и готовым к тому что ты там будешь такие экспириенсы которые могут твою жизнь поменять и как бы будь не теряй голову будь чистен собой самое главное ну и последний момент наверное это то что самое важное полагаться на себя вот опять же как бы здесь тоже никто тебя реально не ждет и тут нужно своими ручками своими ножками своей головой прямо работать 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 и как бы главное руки не опускать потому что у меня столько друзей знаешь там типа полгода были без работы взяли свои в казахстан и теперь в казахстане без работы думаю ну блин господи допустим вот тут еще полгода подрабатывал бы что-то бы да и получилось что ты теперь в канаде в казахстане сидишь поэтому не опускайте руки если у вас первый раз что-то не получилось пробуйте действуйте как бы потому что Канада Америка это странные возможности и не тут в другом месте на другой работе в другом городе потому что мне кажется всегда можно вернуться всегда можно вернуться но вот обратно приехать сюда когда ты вернусь уже тяжело ну да замечательный человек в комментариях который пытается как-то а ну вот наконец-то я смогла его убрать из нашего эфира не знаю что до этого было за высказывание если человек подтвердил то что ты сказала да но мне кажется очень очень-очень полезные советы потому что тоже начинается время понимать вот и да интересно что они схожи сфотра в какую сторону не едешь все равно трава не зеленее за бугром вот да и смешной случай есть чтобы как-то эфир закончить на красивой ноте про не сдаваться у меня друг поступал поступал в Америку ну как поступал он собирался он подавался в этом году вот к сожалению не поступил с той финансовой поддержкой с которой он мог поехать вот которая позволила ему поехать вот и решил он не ехать в этом году в университет а он участвовал в лотерее зеленой зеленой карты грейн карты вот и он ее выиграл о классно 9 лет подавался именно в этом году выиграл про не сдаваться так что да ну конечно не у всех все так получится интересно не поступил в американский вуз а потом выиграл грейн карту но да главное не сдаваться потому что ну потому что переезд это сложно у всех проходит по-разному у кого-то вообще там сущий альт и эмоциональные качели но главное если принимать цель вот точно знаешь что ты хочешь остаться в этой стране то не сдаваться да обязательно эфир я думаю ты наверное сохранишь спасибо если есть какие-то вопросы то наверное сейчас самое время их задать такие вот по Канаде по мере какие у вас есть будем рады сейчас ответить если нет тогда можно потихонечку закругляться вам тоже спасибо за ваше время за ваше внимание очень было приятно с вами поболтать познакомиться вот да если есть вопросы то буду рада сейчас сказать или можете сюда написать мне напрямую вот сейчас кстати знаете это совсем-то не сказать чем-то сейчас я занимаюсь я что-то там сказала вот там это бизнес моя сейчас тема как раз таки я вот работаю с людьми с мышлением как раз таки вот и ко мне вот многие обращаются вот тоже к теме вот как это исполнить мечту с переездом и так далее вот ребят потом кому-то тема интересна то можете побежать на мой страниц потому что я моя работа сейчас говорит о том что я помогаю людям реализовывать их мечты нуждая их от внутренних блоков так чтобы хочешь поехать давай посмотрим как тебе сюда переехать хочешь жить в Америке учиться в Америке давай посмотрим что тебе нужно сделать как бы я вот денежно-духовный коуч получается помогаю людям найти свое призвание себя и вот реально реализовывать то что они всю жизнь хотели поэтому кому вот этого тема была интересна то да можете читать написать мне да обязательно напишите на Эльвиру безумно приятно было тебя послушать мне тоже да я очень рада знакомству спасибо что пришла и да всем спасибо что смотрели и сидели слушали нас спасибо за приглашение я тоже подпишусь буду смотреть за тобой в Нью-Йорке что-то у тебя будет происходить вот я желаю тебе тоже удачи всем ребятам тоже желаю удачи протестания тебе твоему блогу чтобы тебе это удовольствие приносило чтобы было много классных людей так на эфирах с тобой день рождения день рождения вот это спасибо тебе тоже большое все спасибо большое а я теперь обязательно сохраню хорошего дня тоже давай пока